Хотелось бы прокомментировать сегодняшнюю встречу, которая проходила в формате пресс-конференции. Как нам всем известно, в соответствии с решением расширенного заседания Комитета Государственной Думы по делам СНГ и в российской интеграции и связи с соотечественниками от 25 мая 2022 года, было принято решение о создании рабочей группы Комитета по вопросам российско-абхазской государственной границы и упрощению условий ее пересечения. А именно были определены цели рабочей группы. Значит, мониторинг и создание дополнительных условий законодательного регулирования международных договоров Российской Федерации и Республики Абхазия, а также выработка комплексных мер, позволяющих гражданам России и Абхазии беспрепятственно пересекать пункты пропуска на государственной границе. И туда же входит разработка законодательной базы, которая изменит существующий режим пересечения границы. Хотелось бы озвучить наших уважаемых коллег, которые с российской стороны вошли в состав данной рабочей группы. А именно, значит, ее возглавили, сопредседательство поделили между собой наши коллеги Тайсаев Казбек Куцукович, это первый заместитель председателя по делам СНГ, и Затулин Константин Федорович. Помимо них, представители Госдумы вошли в рабочую группу в составе Гельмудинова Александра Андреевича и Ильич Хаджиева Руслана Абдельвавиевича. Помимо них, присутствовали также на встрече органы исполнительной власти с российской стороны, а именно Федеральная таможенная служба, Министерство транспорта России, Федеральное агентство по туризму, Министерство иностранных дел, Администрация президента и ФСБ. От Абхазской стороны присутствовали депутаты Барциц, Гулари Арштуни и все профильные ведомства, которые имеют непосредственно к этой рабочей группе отношения. Начался диалог наш с того, что после нашей встречи мы озвучили тот факт, что если наша встреча состоялась 25 мая 30 числа того же месяца на границе, произошла такая проблема, когда по неизвестным нам причинам был опущен шлагбаум, и по линии транспортного пересечения было затруднено передвижение пересекающих границу. Нам достоилась такая честь поприсутствовать именно в тот момент на государственной границе России и Абхазии, где мы попытались узнать причину, на что нам изначально ответили, что была зависла программа, после этого сказали, что там произошло другого характера какое-то происшествие, но по сути мы так и не поняли, почему эта граница превратила свою деятельность на тот момент. Это было озвучено нашим коллегам, на что мы их внимание попросили обратить более тщательно. Исходя из того, что у нас изо дня в день на границе возникают такого рода проблемы, мы решили пожелание выразить нашим коллегам с России о том, что Абхазская группа в составе своем полном могла бы заблаговременно просто посещать российско-абхазскую границу, проводить мониторинг по факту на месте, а именно наблюдать за тем, как функционирует граница, иметь понимание о том, сколько инспекторов пограничного контроля по штату и сколько из них по факту работает вне соцслужбы, сколько окон паспортного контроля физически функционирует. После этого мы обратили внимание на то, что большие трудности создаются по именно линии экскурсионки, так скажем. Автобусы, которые занимаются экскурсионной деятельностью, они при пересечении российско-абхазской границы на их недосмотр и паспортный контроль уходят от 2 до 2,5 часов. Это вот совсем свежая информация, буквально нескольких дней давности. На что российская сторона ответила, что вроде бы они не осведомлены о том, что есть такого рода проблемы, что на досмотр паспортного контроля на одного человека у них уходит около 40 минут. А мы по факту, находясь там на границе, установили тот факт, что порой от 6 до 7 минут занимает проверка паспортных данных, пересекающих наших граждан. На это обратили внимание как представители российской стороны и Министерством транспорта было принято решение в течение двух недель именно по линии экскурсионных автобусов создать такие условия, чтобы добавить дополнительное окно и увеличить штат именно для того, чтобы пропускную способность по экскурсионной линии приумножить. После этого нами были также озвучены цифры, что в летний курортный сезон наша граница испытывает особую нагрузку. При 58 тысячах пропускной способности именно по линии пешехода за сутки на границе, получается, что в этом году уже была пиковая нагрузка в 46 тысяч человек. И мы все прекрасно были свидетелями тому, насколько долго это все процесс занимает, насколько долго времени, и вместо того, чтобы озвучивать цифры в 40 секунд, мы попросили рабочую группу в составе российской стороны, пригласили их на территорию российско-абхазского пропускного пункта, чтобы они воочию сами убедились. Эта идея была ими воспринята адекватно. Они изъявили желание 20 июля полным составом комиссии прибыть на контрольно-пропускной пункт ПСО, для того, чтобы уже воочию убедиться во всех этих трудностях, которые возникают на российско-абхазской границе. Но мы понимаем, что до 20 июля еще целый месяц, и исходя из того, что ждать у нас не получается, мы попросили о возможности, о создании таких условий, для того, чтобы абхазская рабочая группа могла до их приезда в трех, может быть, в три раза, может быть, в четыре раза мы успеем. То есть в неделю раз хотя бы мы с абхазской стороны в полном составе, чтобы мы могли выехать на КПП ПСО, полностью воочию убедиться, зафиксировать, заактировать все то, что там происходит, для того, чтобы потом приложить еще и видеоматериал, и уже, соответственно, к их приезду мы были бы более подготовлены, и уже на месте принимали бы решение, как упростить данный пункт пересечения российско-абхазской границы.